приветствую друзья меня зовут репетитор дмитрий я готовлю людей к тестам английского в этом небольшом видео давайте по упражняемся попрактикуемся в написании с на тесте дуолингу кстати хочу вам сказать что это с сами принципы пригодятся вам не только на дуолингу даже если например вы собираетесь давать дуолингу но по какой-то причине такое бывает редко но бывает университет чего-то там передумал и заставляет вас айлс давать поверьте мне как показывает опыт навыки вот этого экспресс письма для дуолингу очень помогут вам на айлса в той флаг сайте и так далее вы так как вы приучаетесь на дуолингу писать быстро сжато ну как жата жата в смысле не короткие не краткое предложение именно сжато свою мысль выражать побыстрее да побольше если тот же принцип вы переносите на айлс то у вас тоже там получится выйдут более такие пухленькие красивые интересные с так что принцип это одни и те же вот и так что мы сейчас с вами сделаем да кстати перед тем как мы вместе напишем с вами мини такой эссе хочу вам сказать что я сейчас в процессе создания специального видео курса который называется duolingo writing на сто двадцать плюсом то есть duolingo письмо на сто двадцать плюсом у меня уже есть небезызвестный многим из вас курс duolingo на сто двадцать плюсом общий полный но бывает такая ситуация что у человека как он считает все более-менее нормально на duolingo там reading vocabulary все а вот сабскор этот под под балл production страдает страданто не ему верно и поэтому надо улучшить именно вот это ну вот я записываю этот курс по письму но пока он выйдет еще через несколько недель пару месяцев тонн по крайней мере знаете об этом что он выйдет следите он вам очень поможет и еще маленькое такое естественно объявление если у вас критическая ситуация с duolingo то есть нужно повысить балл на 10 15 20 пунктов за буквально пару недель обращайтесь ко мне ватсап и вайбере свои я вам всегда тут пишу или на сайтиках анкетку заполните я с вами свяжусь и я как репетитор профессионал помогу вам повысить этот балл сжатые сроки окей теперь переходим непосредственно к делу когда у вас вылетает на тесте вот такая такое чудо природы и когда вы в состоянии большинство из вас такого значительного эмоционального и умственного напряжения то мы зачастую склонны как бы за не видеть бывает очевидного да и пропускать целые части вопросов это очень важно я это все рассматриваю естественно в этом курсе своем подробно но вкратце рассмотрим здесь и кому надо тот выхватит то что ему надо например смотрите вот я открыл методом научного тыка открыл реальный вопрос из duolingo который частенько мелькает давайте прочитаем его вот я считаю что это значит быть щедрым человеком и как важно быть щедрым объясните ваше короче мышление тут резонирование это такс понимаете в чем прикол я уже по опыту говорю да это задание например они авторы этого ресурса пишут что обычно оно выскакивает на duolingo интервью на последнем вот этом письменном задании оно же writing sample оно же там гога оно же гоша но понимаете в чем прикол оно может я уверен вылететь у вас и на первом вот этом который называется read and write то есть не приклеивайтесь именно к тому никакой don't stick to не приклеивайтесь к такой логике что вот это задание может вылететь только там а в другом может я вас уверяю там и там как показывает опыт нет никакого различия между read and write заданием и writing interview принципиального нету что там может вылететь описание какой-то description что там ваше opinion как бы что там argumentative приводите аргументы что там agree disagree так что без разницы самое главное как я вам говорю что вот многие я вас уверяю что сделают я же уже видел это сколько раз они от радости что они хоть что-то поняли начинают тут строчить и вот этот and how important is it to be generous они вообще не помнят то есть человек счастлив что он ура я понял вопрос типа что значит быть щедрым сейчас я вам тут распишу и он расписывает а вот этот он забыл and how important is it to be generous и как важно быть щедрым но у нас то смотрите все таки же два вопросика этим они типа пытаются усложнить немножко нам жизнь вот потому что оно сбивает с толку если я понял что у меня два подвопросика так мой разум сразу типа а что же мне как какие части если я всегда приучаю вас чтобы у вас было в долингу например три абзаца а тут у меня два подвопроса так мне это сколько абзацев делать и куда включать вот это вот это да помните друзья самое главное что письмо это не построение микропроцессора и не запуск ракеты на луну или куда то там еще то есть у вас есть так называемый leeway на английском у вас есть масштаб диапазон отклонения то есть у вас есть определенная свобода это очень важно чтобы вы помнили не надо уже так знаете зажаты в такие тиски что если я не дай бог там в один абзац вставлю отвечу на два подвопросика то за это снизят там или если я на каждый абзацик сделаю вот тут по одному вопрос тоже с ней ничего вам не обязательно ничего снизить не надо быть таким параноидально суицидальным то есть у вас свобода это креативное письмо да стандартизированный тест да это не не тесты вашей креативности ваша креативность их в последнюю очередь волнует но все таки повторюсь это невысокотехнологичный процесс где малейшее отступление допуски там мельчая если вы его нарушите у вас может быть авария полнейшая врал здесь такого не будет то есть не надо уже зажиматься так и пугаться и так теперь же переходим как вы думаете вот у вас вылезла такая штука у вас есть 20 секунд чтобы подумать что писать пока светится этот вопрос и непосредственно когда таймер пойдет отсчитывать 5 минут у вас есть 20 от 20 до 30 секунд я путаюсь в каких заданиях как но это не столь важно 20 секунд полюбе у вас есть да чего вот как вы думаете как вот структурку да пытаетесь определить структурку сколько абзацев вы тут напишите если успеете я думаю что наши вот это правило мое ну как правило рекомендация трех абзацев пускай она будет мы с вами ответим на вот эти вот два под вопроса в первом абзаце а наше резонирование ну это так шутя называю резонирование резонирование мы сделаем во втором абзаце первый резон и в третьем абзаце второй резон и всего делов то есть первым предложением мы опишем ответим на вот это во втором предложении на вот это если у вас много фантазии вы быстро можете печатать ля 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 то можете третье предложение там расширительно добавить потом по ходу дела мы же придумываем причинки естественно без причинок раз нас просят explain your reason надо explain если не про explainите снизят балл делайте то что вас просят а потом уже фантазируйте то что вам там хочется если у вас повторюсь этот время есть и время есть и желание и так что о чем бы я написал я вас всегда учу не думайте сильно глубоко не закапывайте себя не топите в этих джунглях интеллектуальных извращений оно никому это нафиг не надо не надо думать глубоко то есть what do you think что значит быть щедрым например вот я так от балды как говорится от фонаря подарки дарить всем вот для меня это значит так ну щедрый человек он дарит всем подарки маме супруге деткам друзьям вот он всем дарит ну и себе желательно тоже но это уже слишком мы будем усложнять если сейчас сюда окунемся щедрость к себе и так далее пускай будет другим людям подарки так хорошо у меня эта идея мелькнула мелькнула насколько важно быть щедрым критически важно естественно мы скажем вы же можете сказать это вообще не важно и вам за это балл не снизит то есть если вы будете отстаивать вообще не важно ну и что жлоб то то есть жлоб можешь ты быть счастливым жлобом можешь великое дело поэтому ну я вам честно скажу что я считаю лучше писать позитивно в позитивном ключе в утвердительном это имеет вес это из области риторики психологического воздействия на аудиторию хоть вас проверяет тут и алгоритм ну как они утверждают иногда и человек подсоединится знаете там остограммится и почитает по вечерам всякое может быть поэтому вы воздействуете на свою аудиторию компьютера и человека и лучше быть позитивным когда вы утверждаете мыслите позитивно то ваш разум он лучше функционирует потому что ему хорошо вы излучаете позитивные вибрации вот если вы думаете что это я шучу и это самое балл нет я не шучу не балуюсь это очень очень серьезно окей значит я скажу это критически важно помните если мы это не перефразируем вы получите средний какой-то балл да нам желательно до последнего стараться перефразировать generous очень сложно перефразировать потому что такое слово блин заподло это ну ну очень сложно его я на данный момент не могу вспомнить такого синонима красивый generous а не есть но я не могу ну допустим kind добренький ну такое детское что то да хотя но детское бывает покатит и детское мы можем пойти тут в данном случае в негативном ключе в плане не смысловом а отрицательном например нежадный not stingy not greedy можно можно мы этим покажем что мы знаем слова stingy greedy ну generous соответственно да ну kind само собой что еще можно там affluent ну опulent это более как богатые такие abundant изобильные well of тоже зажиточное well being такое благоденствие в общем слова которые гуляют вокруг да около но прямыми синонимами generous не является я считаю к нему сложно подобрать синонимы вот этот наш разум с вами понял за несколько секунд и он понял что либо нам придется повторить как и они здесь в вопросе видите вот или вот эти not stingy not greedy так это решение принял теперь две причины да у меня же еще это все происходит в течении 20 секунд то что я сейчас умничаю на 20 минут Вот просто я хочу чтобы вы почувствовали этот алгоритм Почему Да почему я думаю что ведь мне как бы акцент сюда сделать что значит быть щедрым или сюда почему важно да вот у меня что-то время не ограничено могу сделать и то и то вместе могу сделать по отдельности да обьясните почему вы так думаете да давайте во втором абзаце мы объясним почему я думаю что что значит быть щедрым да А в третьем абзаце я объясню, почему важно быть щедрым. Ну, логично, логично. Итак, во втором абзаце я скажу, почему, одну причину, почему, что значит быть щедрым. Я уже говорил, что дарить подарки, но нам надо быстро понять, почему я так думаю. Вот это сложно, психологически эти бывают вопросы, а почему я так думаю. Я говорю, ну почему, почему. Потому что я так считаю, что если человек дарит, то он щедрый, а если он ничего никому не дарит, то он нещедрый. Если он делится, он щедрый. Если он делится, он нещедрый. Как это нам оформить с вами красиво? Не по-детски, когда вместо причины дается пример. Как люди пишут, у меня ничего. For example, вот тут снова абзаца. Если человек делится, но это неграмотно. То есть вам за это балл снизят, не в три раза, но снизят. Потому что вы не причину даете, а пример. А нам нужна причина. Вот, и я, честно говоря, до сих пор эту причину по-нормальному не придумал. Если у вас такое получается, начинаем спокойно писать первый абзац. Вот доходим уже до второго. Пока вы это пишете, очень часто бывает, что мысль родится. То есть не сидим три минуты, не дай бог не... В крайнейшем случае напишем какую-то отписку сюда. Уже какую-то затычку такую сделаем. Чтобы оно у нас тут не было пустого места в нашем скелетике. Но сильно долго не думаем, потому что укокошим свой ответ. Нам же еще тут вторую причину. Почему важно быть щедрым? Ну, допустим, тут просто. Потому что я считаю, если человек не щедрый, он не может быть счастливым. Вот не может и все. Он не ограничен, он недоразвитый. Ну, в таком духе. Допустим, все, это я быстренько родил. А вот что значит быть щедрым? Значит дарить подарки. А почему я так думаю? Видите, почему я так думаю? Почему? Хорошо, я надумал. Потому что в подарках раскрывается красота мышления человека. Он думает, какие подарки и так далее. Хоть это корявая причина. По логике она не объясняет, что значит. Но для Дуолингу пойдет. Это вам не философская сцена какого-то доктора наук для защиты диссертации. Поэтому пойдет. Окей. Ну что, давайте напишем. Потому что я растянул уже наше вступление. Если вы дожили оттуда 13 минут и еще не выключили, то я вас поздравляю. Сейчас мы напишем. Напишем мы с вами немножко слов. Я не буду писать сейчас на 150, 140. Не надо. Мы напишем с вами буквально по чуть-чуть на 70 словечек, чтобы оформить здесь уже в письме на то, что я тут все вам говорил. Итак. What do you think it means to be a generous person? Ну давайте стандартно заезженное from my perspective. Красивая фигня. Берите ее и не пожалейте. From my perspective. Being. Быть ее щедрым. Давайте повторим. Как я вам уже говорил, сложно его. Implies подразумевает. Вот мне вспомнилось слово implies. Giving presents to our beloved ones on a regular basis. Например, да? Talks. On a regular basis. Красивое первое предложение. Ой, beloved. Красивое, что, нормальное. Talks. Вторым, помните, насколько важно. Вот тут опять, чтобы generous не повторять. Как мне его не хочется повторять? Ну, конечно. Я могу хитро вот так. It is. It is. It is. Extremely. Important. Не повторять. Crucial. Extremely crucial. Смешно. Extremely paramount. Смешно. Significant. Значим вот так, типа. Extensive. Significant. Блин. Ладно. Пускай идет в баню экстремный. It is paramount. Paramount. To what? To the realization. Realization of happiness. Ну, это по-простому. In this life. And now. Такая стандартная переходик. I am going to provide. To provide, допустим, two main reasons. Ой. To back up. Ну, это, конечно, не идеально в тему. Пускай будет, чтобы to support, to support. Да, заколупал уже. To back up my position. Хотя это тоже не идеально. Но я хочу вам какое-то разнообразие. Смотрите, уже 42 слова наклепали, да? Помните вот это сложное, то, что я вам говорил, почему давать подарки, да? Почему? Да, я объясняю свою причину. Presence. Giving presents. Giving presents. Допустим, regarding. Regarding presents. Относительно подарочков. Regarding presents. Допустим. It is my firm conviction. Допустим, такое убеждение. That. They. Они, чтобы не повторять. They. Present у нас уже было. Bestow. Отдаривают. Ну, видите, я какие-то вспомнаю красивенькие. Вы же помните, писанина любит красоту. They bestow us with a unique opportunity. Opportunity, 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 можно chance там какой-то. To disclose, раскрыть, our human potential way. Смотрите, уже 62, да? Не буду я здесь, я же вам говорил, давайте кратко сделаем, чтобы я вас не утомлял. Я бы здесь еще, естественно, ля-ля-ля, я бы здесь еще, второе написал, расширяющее, поддерживающее, еще третий, еще и пример. Как в идеале, да? Ну, ладно, не будем мы тут заморачиваться. Так, переходим, типа у меня время уже, ой-ой-ой, да? Идем же, мне же надо, вот это, почему важно быть щедрым? Почему? Как я говорю? Потому что без щедрым человек не может быть счастливым, да? Я могу, furthermore, стандартным, fordher, наш, fordhermore, да? Могу вообще без него, могу сходу, быка за рога, барана там, за что у него есть, да? Вот, furthermore, допустим, without the manifestation, ну, вы скажете, допустим, я так не закручу, закручите, если хотите. Without the manifestation of generosity, кома, an individual, ну, давайте мы текнемся индивидуалом, давно уже нет. An individual is unlikely, смотрите, я не просто пишу will not, да, а, ну, я же немножко хочу покрасивее, is unlikely to, допустим, reach, attain, to attain the complete, нет, the feeling лучше сначала, the feeling of complete happiness. Хотя бы что-то было уже happiness там, да, блин, у меня тут уже было уже happiness. Тогда давайте of complete bliss, красивейшее слово, офигеннейшее. Видите, я стараюсь избегать повторения слов, и вы старайтесь это до последнего, как только у вас, вот, сколько менталитета хватает. Это надо, естественно, с учителем, и не с каким-то там, лишь бы каким, а с нормальным учителем развивать, но я сейчас общаюсь с вами на русском, пишу на английском, у меня голова уставшая, как всегда, за день. То есть, если я где-то что-то тут ошибочку, то не сердитесь, ну, не заметил, или там что-то милю, так сказать. Я в процессе передачи вам определенной информации. Я считаю, эта информация стоит тысячи долларов. Если вы примете то, что я вам говорю, вы экономите сотни тысяч долларов на курсах, репетиторах и так далее. Поэтому сосредотачивайтесь на моем месседже, а не на том, как я это оформляю. Помните, бывает конфетка-обертка классная, да, конфетка уже немножко заплеснила, да. Бывает, можно же просто конфетку вообще без обертки навалом наложить в кружку, да, вот и ешь, да. Вкусно от этого, да, оберточки нету. Ну, так, поэтому старайтесь, старайтесь выхватывать мой месседж. Как показывает практика, он очень-очень помогает многим людям. Особенно насчет тестов английского. Я не говорю там насчет, не знаю, прыжков в ширину, но... Окей, смотрите, я написал одно предложение. Смотрите, все, я могу закончить. Большинство из вас вот здесь и закончат, потому что 80 слов приблизительно все. Если там у меня еще время есть, 40 секунд, и, например, идея, я могу тут, естественно, еще расширяющее предложение. Если, допустим, интуитивно уже почувствовали, что расширительное вы замучаетесь, а хочется что-то написать, вы можете сюда, как я вам говорил, примерчик. For instance, например, что они там, без того подарочки. For instance, там, my mom, моя мама всю свою жизнь дарит так подарки, что отдает как бы чуть ли не последние. И несмотря на то, что мы ее ругаем за это, я вижу, как она светится чуть ли не как йог в темноте, да. Ну, потому что она вот, ну, ну, просто она раскрывает свой потенциал, она живет этим. Ну, в таком духе, если сможете оформить это простыми словами, такими, чтобы вы успели. Если вдруг вы будете писать, и там таймер закончится, а вы замечтались, ничего страшного, что вы не закончите предложение. Эта система, я уверен, четко поймет, что у вас унесло философские дали, и вы забылись, ну и что? Это нормально. Так, ну что, друзья, я думаю, что мы с вами... Вообще, вот этот уровень, что я вам даю этот урок, это, ну, как бы, уровень приватного платного курса, то, что я вам показываю. Проанализируйте те слова, которые я тут написал. Безусловно, если вы проанализируете это эссе профессора лингвистики из Гарварда, он найдет здесь кучу стилистических неконгруентностей таких. Ну, нам с вами филе этого, потому что нам по дуолингу большинство из вас, мне-то тем более, нам не надо 160. И я считаю, что за вот это мне поставят более 120 баллов. По продакшн. 120, 130, ну, в таком духе. 100 сможет и 140. И этого хватит за головой. Для любых ваших мечт по дуолингу. Вот. Поэтому, если вам вот словечки какие-то, посмотрите. Может, вы какие-то забыли словечки. Оборотики, да. Я считаю, это очень классная эссе. Я вам вот так по ходу дела тут накропал. Окей, друзья. Если вам нужна реально помощь, обращайтесь. Жматов и так далее. Прошу меня не беспокоить. Почитайте сначала стоимость моих услуг, отзывы учеников обязательно. Без этого не надо мне писать и так далее, морочить мне голову. Потом, если вы готовы инвестировать несколько сотен или пару тысяч долларов в то, чтобы учиться в универе своей мечты, тогда пишите. И тогда нам будет о чем с вами разговаривать. Окей, друзья. Я вас люблю, желаю вам успехов. Встретимся в наших следующих уроках.